Всем привет, ребята, с вами снова я, Дэнтиси0, продолжаем выживать на сервер фризмайн, а вот, и короче, смотрите, у меня вот прям сейчас есть фармилка, да, я на ней могу спармиться, вот, и получать за это деньги, это, конечно, всё хорошо, но я бы хотел и получать за это деньги, и ещё ходить там, например, на мистике, вот, если я запущу сюда твинка, то он будет, естественно, без привилегии, а вот, и, соответственно, его будет пока-то кикать, и надо будет пока-то перезаходить, короче, это такая ещё путанина, Кстати, я ещё вам не показывал, но я купил вот такой вот меч фармилы за полтора ляма, вот, это тоже, конечно, очень хорошо, если не фармить, а вот, и ещё там у нас, вот, я могу тапнуться вот так вот, слететь, и показать вам, сколько тут уже спавнеров, а именно 5, плюс ещё 4 киркистилера у меня есть в ЕК, поэтому тут в скором времени будет 9 спавнеров, это уже нормально, а вот, один из них, получается, крипера, один овечки и 4 коробки, Также тут бывает иногда такое-то, что тут они застрют, надо будет потом это, скорее всего, пофиксить как-то, но это просто из-за того, что, скорее всего, я просто тут разместил помера, вот, и всё, надо будет просто их выбрать отсюда, вот, так же будет с тилером, ну, ладно. Так вот, нам нужен ДК, поэтому я уже нашёл чела, который мне продаст этот ДК, и это у нас будет рипер, ну, конечно, клер тема 10, он фанат просто, вы не понимаете, вот, скидываем ему 7к, то есть 7 миллионов, А вот, он за такую сумму решил продать мне, вот, ДК, поэтому я ему скидываю, а мы, если что, делаем это без гарантов, потому что мы со кланы, поэтому, если обманет, то кики из клана бан, фу, и гг, короче, я думаю, вы это понимаете. Ну, и теперь он покупает мне ДК, но это займёт довольно-таки продолжительный процесс из-за того, то, что он с Украины, а вот, ну, на сервер, конечно, доступна плата через Украину и Казахстан, Но там это делается через посредника, поэтому, ну, придётся довольно-таки долго ждать, но я предлагаю не терять времени и прописать слайд щека, и тут, ага, спасибо, вот. Так, вот, и тут, короче, найти, вот такой вот шалкер, где у меня есть один универсальный ключ и 4 бесплатных ключика, тут ещё много всяких, конечно, предметов, я даже сделал себе топор на О7, прям жёстко, да? Вот, но мы ломаем этот шалкер, вот, отложим его в ЕК, и сейчас будем открывать вот таких вот 5 ключиков, вот, один из них универсальный. Так, тэпаемся на спаун, и сейчас будем открывать ключики, только я предлагаю сначала открыть бесплатные ключики, а потом универсальный напоследок, так скажем. Вот, поэтому, ну, давайте мусор всякий понаскидываем, и открываем первый бесплатный ключик, давай, толстойки первым, я, в принципе, ухожу, ну, типа, если что, толстойки... Что? Аааа! Я, я, я понял, ну, это, кстати, нормальный лут, окей. А, это норм ещё. Я тыкнул бесплатный ключом, открыл универсальный, потому что у меня универсальный был, ну, типа, короче, это баг небольшой, но это ладно. Окей, я, я не к тому просто кейсу подошёл, вот. Ну, и кирка властелина, ну, нормально, в принципе, жареная свинина, окей, сразу же автобайру, я потом его продам, наверное. Дальше нас, эти жареная свинина, ну, слушайте, пока что нам везёт, да, сто процентов. Но, вообще, вот такие вот ключики, ааа, выгоднее продавать, чем открывать, типа, вот так вот просто. Ааа, особенно, когда ты прям так жёстко прокачанный. Но это ладно. Так, что мы получим? Стак огненный стержней! Стоп! Как и, какой из такой огненный стержень? Стоп, если бы я сейчас покупал это в шопе, я только заметил просто, ааа, если бы я это покупал в шопе, то мне бы предешлость за это заплатить, ну, 1500 умножить на 64, ё-моё. А так я получил это бесплатно. Ну, ладно, это всё равно, там, бесплатные ключики стоят около 200к, и всё равно выгоднее было бы и просто-напросто продать. Не знаю. Но, это уже ладно. Ботинки легенды залутали, многое жарено свинины, которые мне, в принципе, не нужна, потому что у нас спавнера, ааа, вот. Ребят, чё вы тут шептитесь? Знаете, держите, я хозе. Вам это пригодится, думаю. Вот, а себя оставлю, конечно, не на стержне. Вот. Ну, кирка властелина, окей, она, если что, даже ненерушимая. Вот, такой интересный факт. У меня есть, конечно, кирка 3-3, но пускай будет такая вот обычная кирка. Думаю, когда-то я и буду пользоваться. Даже положу в ЕК. Ну, это ладно, это такое. Я сейчас предлагаю заняться благим делом. Вот, опять же, 4 эти кирочки, которые могут ломать спавнер. А, вот, показываю подробно. Вот, и я бы что хотел сделать сейчас? Я бы хотел на эти все 4 кирочки добыть 4 спавнера. Я сначала думал представить, может, те, которые я уже поставил, типа, на своей формилке. Но потом понял то, что, ну, там застырют, да. Но это не так критично. Всё же будет куда выгоднее просто новые поставить. Вот, найти и поставить. А, конечно, на счёт времени я не знаю, сколько это займёт. Но предлагаю поискать, прям-таки, сейчас эти спавнера. Вот, тэпаемся на РТП. И будем сейчас искать своей кирочкой 3-3. Конечно, X-3-щикам это куда проще. Но их откидывает пока в банк. Поэтому тут такое. Вот, ладно, копаемся вниз. О, сразу же находим какую-то шахту. Но вряд ли тут сверху, близко к верху будет чё-то какие-нибудь спавнера. Потому что их, скорее всего, какие-то софтеры опять же сломали. Вот. А куда ниже, там уже интереснее. Поэтому я предлагаю всё же чуть-чуть прочекать. Может, повезёт. И нет. Копаемся просто дальше вниз. Я заметил, копаться лучше всего на нулевой высоте. Кстати, у нас уже заполнен инвентарь. Но нам как-то всё равно. Мы тут не зарезаем. Пришли, мы даже алмазы будем игнорировать. А вот, нам главное, это, получается, уники. И также спавнера. Уники, кстати, можно найти от спавнеров. Там, я один же салутал за счёт этого. Умник. Но это, кстати, последнее, что мы открывали. Это из Эвента, если что. Вот. Ну и бесплатные, это там фри. Там промо-фризер. И также тоже салутал. Вот. Я же активно играл это всё время. У меня, как-никак, было 10кк. Вот. Ну и за 10кк, опять же, ДК можно спокойно такие, как вы можете заметить, приобретать. Только есть проблема у новичков. Вот сейчас я замечаю. То, что, ну, они не знают, типа, их... Может, если они даже покупают, типа, то их обманывают. Вот. Нет дел насчёт гаранта. То есть, тут вам нужен друг гарант. Иначе, толком-то вы сделки не сможете проводить. Кстати, да. Ребят. А чё такое? О, кстати, сундук. Ну, там уже были, видите, булочник, да? Ага. Спасибо. Но я вроде как даже тут был уже. То есть, я сюда уже прикапывался. Сегодня причём? Возможно, тут несколько городов. Да, не спорю. Если так, то окей. Но я даже знаю, как это проверить. Я тут оставил свой след, так скажем. Поэтому сейчас мы немножечко посмотрим, на то это та. Кстати, да, это та. Я уже вижу то, что это та. Тут булочник. Короче, что, рассказываю, как я пойму это. Я тут копал где-то блоки. Ну, вообще, этот город был самым первым целым для X-Rayщиков. Лучше хотя бы каким-то образом сделать анти-X-Ray. Но, видимо, анти-X-Ray у нас не будет. Потому что на Бедроке... Я даже не видел серваки, где есть анти-X-Ray. Вот. Поэтому... Вряд ли это, в принципе, реально. А если реально, то будет очень сильно нагружать и сервак. А вот. И, в принципе... Вряд ли это будет оптимизировано для самого игрока. Вот. Но. Ладно. И, кстати, я не нахожу. То есть, я тут вроде прокапывал где-то. Но я причём не нахожу, где я прокапывал. Так что, скорее всего, это какой-то другой. Вот. Что интересно. Типа, на четвёртой анархии, оказывается, два города. Как минимум, таких было. Это очень большая редкость. Потому что Амьер 3х3к блоков. Вот. Ладно. Вблизи этого города мы вряд ли что-то найдём. Потому что тут много X-ray-чика, опять же, бегало. А вот. И, скорее всего, со стенкой они тоже смотрели. Поэтому проще всего будет ртпшнуться. А вот. И найти какую-нибудь шахту. Либо же самому прокопать её. Вот, например, здесь можно спокойно-таки взять-таки и начинать копать нам по пути вниз. В принципе, нам даже всё равно... О. Шахта. В принципе, нам даже всё равно, если мы разобьёмся. Потому что мы не разобьёмся, банально. То есть, каньоны нам не помеха. Но всё равно. Ну, типа, если бы было что-то подобное на ваниле, то вряд ли мы вышли. Но это ладно. Нет. Как-никак тут толстойки, лёгко 4, вот эта вот вся фигня. Так. И я тут ищу спамер. Но я вроде как знаю то, что спамера не спамнится в воде. Поэтому мы можем спокойно-таки смело прокапывать вниз. Ну, и чуть-чуть вправо. Ой, тут ещё водичка, как я могу заметить. Да-да. Ну, ладно. Мы её используем чисто как хаб для предвижения на нулевую высоту. Вот. И тут уже... У-а-а-а! Хух. Ладно. Чё-то я тут погорячился насчёт того, что я не боюсь каких-нибудь каньонов. Ну, ладно. У меня есть элитрия. Мею быстрее переключать. Поэтому, ну, тут я не разбился. В противном случае я бы уже давно был бы на той стороне этого мира. На спауне. Кстати, ребят, да. Тут по-любому был спаунер. Но, видимо, его уже нет. И знаете... А-а-а! Как его нашли? Ну, типа, нет. Бегать просто по шахте и найти нет. Надо прокопаться с обратной стороны. Э-э-э-сверху резко начать копать вниз, а потом сюда прийти. Ну, типа, да. Если что, тут именно так всё ищется. А-а-а! Я уже коза. Хотя, ладно. Я сейчас так подумал. Тогда, когда я падал, я бы просто потерял талисман стойкости. Ха! Ладно. Это, конечно, лучше, чем просто умереть. Но... Всё же... Всё же не хотелось бы. Эм... Эм... Что? А как это? Нет. Это домик чей-то или... Это домик чей-то! Я-то думаю, уже что? Кузница? А-а-а... Ладно. Это, конечно, крутой чел. Видимо, даже тут где-то привата. Просто он поставил вот такую вот кузницу. Вау. Ну... Но... Я сначала подумал, как это по генерации, что... Эх, ладно, короче. Ну, молодец, чел. Что? Поставил тут домик, который 100% не заплевачен. Я в этом уверен. А-а-а... Вот. И ещё он тут что-то копался. Ну-ка, давайте посмотрим, куда он копался. Тут... Шахта. Ну и шахтёрский чел сразу же видно. Молодец. А, только из-за того, что... О! Шахтёрский чел. Молодец. А-а-а... Я думаю, ну, он видел это. Да, тут есть булыжник. Что я тут заберу? Я заберу тут спаунер. Обязательно. Спасибо челу, что... Не, нашёл спаунер. А, вот. Я это ценю. Поэтому... Плюс один. Ага. Стоп. Я только что сломал. Тут начало что-то крутиться. Её коронава-бай. А тут ничего. Это просто эффект. Ну ладно, тогда ломаем. Вот. И получаем вот такой вот спаунер. Осталось три. Как я понял, тут даже можно за X-Ray'щиками спокойно такие пытаться лутать. Потому что X-Ray'щики лутают только универсальные ключи. Как я вижу. Вот. И в принципе, если вы увидите в начале вайпа миллиард просто чел раз открывает уники, то скорее всего это именно X-Ray. Не, есть, конечно, челлики, которые в самом начале вайпа идут в End. Но, как они End находят, тоже такой хороший вопрос. Либо же их тэпали, либо же они тоже с X-Ray'щиками End нашли. Именно этот данж. Поэтому, скорее всего, это софтеры. Это делают. И их можно смело просто такого вызывать на проверку. Это говорю я именно персоналу этого сервера. Потому что, ну это логично. Вот. Я, в принципе, с таким сталкивался. Меняется, что тэпали в начале вайпа мои сокланы. Но откуда у моих сокланов там эта фигня, я, честно, не знаю. Поэтому, ну тут хороший вопрос. Вроде как их тоже тэпали, но хз. Но я не лутал End, потому что у меня толком-то и флая не было. Там, чтобы лутать End, нужно обязательно флай тратить на это ферры, когда у тебя их так мало нерационально. Вот. Смотрите, к чему я прокопался. Да, я тут много, конечно, копал. Ну, естественно, алмазы не обращал внимания. Но, ладно. Короче, сюда мы пришли. И вот на самом деле, тут должны спавниться спавнера. Но они не спавнятся. Они должны вот этой вот паутине спавниться. Если что. Но я тут еще не вижу следа человеческого. Поэтому, возможно, вблизи есть даже какой-то спавнер. Кто его знает. Короче, ладно. Тут даже если будет след человеческий, вполне вероятно то, что спавнер тут находится. Вот. Также в начале вайпа можно, конечно, добывать эту паутину и продавать ее. Но мы не в начале вайпа, поэтому мне это не так уж и выгодно. Мне выгоднее найти спавнер побыстрее. Вот. Поэтому мы это скипаем. Давайте тут сломаем блок, чтобы перепрыгнуть. И смотрим. В принципе, возможно. Вот же, чаще всего тут как раз есть 3 на 3 прокопано. И можно найти спавнер. Спокойно таки. Просто бегая. Так, ребят. Нашел еще один спавнер. Ну, я тут, конечно, копался. Я думаю, показывать вам вряд ли это стоит. Но что-то тут слава и проблемки какие-то. Ладно. Я ведь... Да. Я так понимаю то, что это нашли. Но спавнер не прокопали. Вот. И за это спасибо. Короче, будем сейчас тогда копать. Только вот видите, я тыкал много на Е. Вот. И оно. Ладно. Бахи-бахи-ми. А спавнер по расписанию. Вот еще один есть. Осталось у нас еще 2. 2 таких кирочки. А вот с помощью которых мы можем добыть спавнер. Если что, если кто не в курсе. Ну, я рассказываю тем, кто не в курсе. Такие вот кирочки можно купить в Доншопе. Инструменты. Вот. Кирка стиля. Она позволяет добывать спавнер. Тут еще снизу вот такая вот приписочка есть. Позволяет ломать спавнер. Вот. Пользуйтесь. Если кто не знал. Но есть же новички на фризмане. Их довольно-таки много. Поэтому я им рассказываю. Я сейчас еще это спавнер ищу. Ну, типа. И понимаете, что мне было бы выходнее по АПК-шить на своей фармилке. В это время. И потом купить обычный спавнер. А не это кирка стиля. Там за 600-ка. А ты будешь спавнера сейчас продают. Ну, сейчас посмотрим, а за сколько. Мне стало интересно, сколько сейчас спавнера стоит. Аксель, моб, спавнер. Вот. И тут мы можем увидеть то, что спавнера. Ну, лям 600. Лям. Лям я куплю. За чем вы? А за лям это такое благое дело на самом деле. Вот. Ну, и теперь у нас уже 3 спавнера. Но. Типа. А с кирку стиля я купил около 600 тысяч. Там. Ну, 800 максимум. Я эти 200 тысяч бы сейчас на фармил. Ну. Ладно. В принципе. Ждем на Твинка, ДК. И тогда уже будем АПК-шить там. А. Глобальные. По-глобальному. Так скажем. Да. То я смогу и искать спавнер. А. И АПК-шить. Вот. Просто сейчас. Как минимум из-за того, что X-Ray-щики. А как максимум из-за того, что это довольно-таки сложно. А. Все дело ищется. То получается то, что. Ну. Вот вы видите. Я уже ищу довольно-таки долго. Я нашел только 2 спавнера. А. Вот. Но. Надеюсь то, что скоро времени найду побольше. Да. Очередную шахту нашел. Но. Вряд ли по ней бегать есть смысл. Поэтому мы ее скипнем. И побегаем. Вот по этой. По этой шахте. Да. Не заброшенной. Просто обычной. А. Просто если что. Ну. В заброшенной шахте нету. Ни сундуков. Они просто там не спавнятся. Ни спавнеров. Возможно. Когда вы это смотрите. Уже следующий вап. И там это сделали как-то иначе. Но на данный момент. Вот так вот. То есть. Это. По заброшке бегать. То же самое. Что и обычных. Вот таких вот шахтах. Ну. Сейчас бег побегаю. Чуть-чуть по заброшке. Но. Да. Кстати. А я что-то ошибался. Видимо. Либо же хз. Короче. Оказывается. Спавнится. Спавнерата. Вот в этом. Вот. Заброшенной шахте. Просто. Видимо. Все их уже поломали. Но. Как. Если. Тут. Паутина. Но. Сейчас. Я встретил. А. Это первый раз. Когда я. В принципе. Встретил. И мои тиммейты. Говорили. То что. Его. Невозможно. В принципе. Встретить. Они. Сколько. Общекали. Поэтому. Хз. Но. Ну. Видите. Прямо. Сейчас. Уже есть. И. Энтити. Минус 1. Кстати. Прикольно. Видимо. Тут. Был. Должен. Был. Быть. Какой-то. Энтити. Но. Из-за. Бага. Его. Тут. Нет. Прикольно. Прикольно. Да. Но. Есть. Есть. Окей. Теперь. Будем. Знать. То. Что. Оказывается. Не. Небессмысленно. Это. Все. Дело. Чекать. И. Находить. Спавнера. А. Ребят. Вы вышли за границу мира. Ну. То есть. Настолько. Все. Прям. Да. Ой. Ой. И тут. И тут. Стоп. Я. Я. На угле. Нет. И не на угле. Почему. Я тогда не могу. А. Сюда. Теперь. Могу. Пройти. Ну. Ладно. Короче. Я. Понял. Так. Хуй бы. Там. Был. Спавнер. Да. Есть. Есть. Золотое яблоко. Окей. То есть. Спавнер. И все. По идее. У нас. Пять спавнеров. Э. Там еще. Конечно. Мне. Кирилл. Пойти. Должен. Ну. Там. Вон. Ладно. Это фигня. Короче. Пять спавнеров. Есть. Вот. И. Нам нужно для них. Яйца. Каким-то образом. Найти. Вот. Э. Короче. Надо. Либо же. Овец. Либо же. Коров. Либо же. Либо же. Кейперов. Ну. Хочется. Коров. За 150 тысяч покупаем. Вообще. Что. Я провел тесты. Что корова. Что крипера. Это абсолютно одинаково. По деньгам. Поэтому. А коровы. Куда дешевле стоят. Вот. Я не самый выгодный. С криперами. В плане того. Чтобы фармить на них деньги. Вот. Так что да. Аксирыч. Что я хотел прописать. Я хотел прописать. Спавн. Э. Э. Г. 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 Вот. И тут. Найти. Вот. Получается. Коров. Вот. И тут. Мы можем найти то что вот по 100 тысяч корову конечно покупаем. Корову за 100 тысяч. Как вам такое. А вот. И в принципе 100 тысяч. Ну. Вот максимум 200к. За дороже я не буду покупать. Окей. Покупаем за 200к. Вот. То есть 3 спанера уже есть. А вот. И еще у нас остается 2 без яиц. Но у меня что-то в яйка были какие. А. Извиняюсь. То есть у меня даже одно яйцо будет лишним. Ну ладно. Я потом на фарм. Поэтому. Это явно не лишнее. Просто. Вот так. Наперед купили. Ну все. 5 есть есть. 5 спавнеров есть. Пошли. Расставлять. И еще есть смысл с этим пауков спанить. Даже. Я думаю огромный есть смысл. Подождите. Я еще не посмотрел на пауков. Там же по идее. Ну. Минус того то что они спавнятся. И там надо для них 4 блока выкапывать. А. Нет. Это. Абсолютно то же самое что и коровы. Короче. Да. Вот видите. То есть тут. Наглядно продемонстрирую то что порох стоит 300 тысяч. То есть да с максимальным множителем. И он ну спадает абсолютно так же сколько бы спадало за раз жареной говядины. А вот. Либо же кожи. Но при этом тут из коров падает сразу же 2 предмета. И это равновесно одному вот этому вот предмету. То же самое со скелетами могу сказать. Ну и пауками. А все остальное. Ну баранина. Вот видите тут падает с них к сожалению только по одной шерсти. Она чуть-чуть хуже. Но тоже сойдет. Вот. Короче я показал. Но скелеты вот самые дешевые. Как по мне это коровы. В этом плане. Вот. И эффективно и дешево. Ладно. Тэпаемся на хоме. Крипер. Да. До сих пор у меня хом крипер называется. Причем что там только одно яйцо крипера. Но это ладно. Вот. Ну и что. Тэпаемся вот сюда вот. Вот. А вот. Взлетаем. Ну и ставим. Сейчас будем спамнера. А вот. Так. Берем руки. Ставим сюда раз. А надо наверное поочередно ставить. Потому что. Потому что да. Вот так вот раз поставили. Дальше идем следующий ставить. Вот сюда вот к примеру. Вот яйцо коровы. Можно спасибо. Так. И остается три спамнера. Которые мы поставим. Ну. Ой. А как они так спамнятся? Че-то я не совсем шарю. Блин. А к сожалению они как-то так сострелят. Их тут очень странно. Я сначала думал что это из-за этих блоков. Но потом вижу то что они в углу каким-то образом. Ой. Что это такое? Ладно. Тут мы тогда не ставим. Мы ставим вот здесь вот. И вот здесь вот. И вот здесь вот. Да. А теперь ставим сюда яйца. Вот так. Вот так. И вот так. Все. Яйца в принципе поставлены аккуратненько. Ну и теперь у нас тут довольно-таки огромная ферма. Вот. Да. Наверное надо все же ломать будет двумя спавнерами. Потому что чем больше спавнеров. Чем больше тут застревает. Ладно. Вот тут вот. Это не так-то критично. Вот тут вот прям критично. Как можете заметить. Вот. Но ладно. Опять же. Два серера. Следующие расы идут именно на эти два спавнера. Вот. Ну и так-то все. Не, ребят. Тут настолько много, что я хз. А. Очистка. Очистила. Кстати. Венди очистка раз в 8 минут. А не в 15. Но это ладно. Короче. Я тут хз. Они очень долго убиваются. Поэтому если ставить кликер на твинг. То ставить его где-то 10 кп. Чтобы все переубивало. Потому что спавнеров уже много. И спавнится их довольно-таки много. Вот, кстати, я уже купил 2 стилера на свои последние деньги по 600 тысяч. Но. Я пофишу. Это недоразумение. Раз. Куда спавнер? Вот. В ручке. К нам. Так. И получается второй спавнер. На. Все. И видите. Они все выпали. А. Вопрос. А где яйцо? Которое я ставил? Стоп. Нет. Нет. А где яйцо? Нет. Просто я видел спавнера нахер. В которых были яйца. Прям. В которых прям были. Я добывал спавнера. В которых прям были яйца. А почему в этих нету? Возможно, я, кстати, сломал сейчас яйца, ну, получается, с крипером. Блин, а что за фигня? С какие корону? Как оно вообще так работает? Ладно, покупаем 2 яйца за 400 тысяч. Ну да, у меня это 150. Ну, кстати, это изи фармится. А, ну, кстати, да. Мы только что заметили то, что крипер был. Это значит то, что у меня яйцо крипера там, ну, не потерялось. Но, тем не менее. Конечно, печально то, что я потерял. Вот. Короче, сейчас быстренько нафармим себе денежки. Я думаю, это и сделается. У меня, если что, меч надо быть 4 прям. И сейчас, но, я думаю, мне даже его, в принципе, хватит в этом случае. Если что, ну, они до сих пор не кончились. Я их бью, 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 бью. А, и они тут есть. Вот, они тут, в принципе, присутствуют. Так, ладно. Что я? Я прописываю слэш байер. И продаю все, что прям-таки сейчас нафармил. Вот, это именно вот шкур. Шкур, кстати, много, как можете заметить. Но, и это на 80 тысяч. Окей, давайте даже вот так вот продадим. 90 будет. А, 250 тысяч, а нам надо сколько? 400, да? Окей, я понял. Берем меч покруче. Надо было изначально этим мечом бить. Но я, что-то, переоценил свои возможности. Напармил я 400 тысяч. Теперь подписываем слэш. Эээээээээээээээээээээээ. Вот, и тут находим вот 2 яйца. У меня остается на балансе 18 тысяч. но в принципе это иди фармиться с помощью афк вот так что ладно так тэпаемся блин а можно приснис память спасибо тэпом с помощью перла сюда и получается ставим сейчас вот видите да они чуть-чуть застают просто но я слишком маленькую по площади видимо фармилку сам по себе сделал возможно надо будет потом расширять так вот просто ставим вот сюда вот например яйцо так вот так и последний спавнер сюда яйцо сюда возможно пока я потом расширю а вот но на самом деле наверное надо не сюда расширять а сюда то есть прям в угол можно ходить сюда я потом просто расширю на ту сторону и сделаю типа такой же сплыв при принципе и принципе не сделаю ладно потому что там граница а нет то есть так не получится возможно просто переставим чуть-чуть всплыв с этого места туда и опять же просто в эту сторону тогда расширим окей без вопросов я думаю тогда когда в эту сторону просто расширяем и потом сделаем как по красоте либо же вообще в ту сторону сделать такую же самую площадь вырыть и просто в ту сторону сделать и все нужно стоит будет одинаковым блин короче способов для маневра я наверное даже скорее всего по своему гайду просто туда вырвью тогда больше квадрат будет да 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 так и сделаем на так фирма коров получилось ну довольно неплохой вы посмотрите на эту все красоту в принципе я магнат коров получается что сейчас сейчас мне надо сжаться выдачи привилегии на твинг же ребята я в принципе получается дождался прихода донат кейса поэтому предлагаю открыть принципе вот донат кейс у нас принципе пришел как я знаю поэтому по нажатию он откроется но и я надеюсь хотя бы на стартовой хотя бы страшно серьезно какой герой на счету один донат кейс открыть кейс я понял всем спасибо но короче что на этом реально заканчиваем вот герой все кстати меня по идее должны знать но как легенда же с123 все все дела вот короче все будем стоять с этого аккаунта афк а в принципе он как я знаю хотя бы из героя уже не кикает поэтому можно стоять уже нормально вот все получается с вами был я down to 100 удачи пока